После взрыва в больнице Аляхли в самых разных странах масштабные демонстрации вспыхнули с новой силой. При этом у ВОЗ пока нет точных данных о количестве погибших. Однако уже понятно, что жертвами стали сотни человек. Подробности того, как трагедия всколыхнула планету, в авторской рубрике «Таблица Менделевой». День гнева и массовые демонстрации. Эхом взрыва в больнице Аляхли прогремели протесты. Что стало поворотной точкой в конфликте на Ближнем Востоке? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это таблица Менделевой. Здравствуйте. Иран, Ирак, Иордания, Палестина, Ливан, Турция, Тунис, США, Германия. Взрыв в больнице в секторе газа выступил в роли катализатора цунами массовых демонстраций. Разогнавшись до беспредела, на грани столкновений оказался весь мир. Хезбалла объявила 18 октября днем гнева. Сотни людей вышли на улицы Тегерана в поддержку Палестины. В руках плакаты «Смерть Америки» и «Долой США». Пока одни оплакивали жертв удара с горящими свечами, другие с ненавистью и болью жгли американские флаги. Я прошу мусульман всего мира проснуться и стать свидетелями жестокости. Осудили атаку на больницы в секторе газа и жителей Ирака. Стихийные демонстрации вспыхнули в Багдаде. Позже дрон Камикадзе атаковал базу США на севере страны. Выразить свой протест после удара по госпиталю решили и жители Иордании. Митингующие требовали открыть границы с сектором газа. В Омане активисты попытались взять штурмом израильское посольство. В Стамбуле активисты обстреляли из фейерверков консульство Израиля. Пробраться на территорию не удалось. После чего демонстранты принялись громить ресторан быстрого питания американской сети Макдональдс. А в Малатье протестующие предприняли попытку прорыва на американскую базу Кюричик. Волна протестов дошла и до Берлина. Стихийные акции в поддержку Палестины состоялись у Бранденбургских ворот и в других районах города. Мы все стоим здесь и демонстрируем поддержку нашим братьям и сестрам. Мы не можем сосчитать, сколько детей было убито, пока мы просто смотрим. Мы даже не можем спокойно спать дома. Это невозможно. Но в гостях у Барреля в цветущем саду все по-старому. Митинги против жестокости показательно разгонялись применением насилия. Стандартный набор правоохранителей европейской демократии. Дубинки, водометы, слезоточивый газ. Узнать страну по почерку разгонов протестов можно и на этих кадрах. Накануне в Париже задержались десяток манифестантов в защиту палестинцев. Протест в Пятой Республике не заладился. А вот в США произошел штурм Капитолия 2-0. В здании прорвалась толпа протестующих. Требовали прекратить огонь в секторе газа. Задержаны более сотни человек. На фоне эскалации на Ближнем Востоке местом повышенной конфликтности стал парк Вашингтон-сквер в Нью-Йорке. Активисты здесь разделились на два лагеря. В руках плакаты с лозунгами «Свободная Палестина» и «Поддержите Израиль». В американской Филадельфии прошел митинг в поддержку Израиля. Это очень, очень тяжело. Это была тяжелая неделя. На работе было практически невозможно сосредоточиться. Я каждый день разговариваю по телефону со своей семьей в Израиле. Я разговариваю с мамой, со своими сестрами и слежу за новостями. Ранее в Лиссабоне около 500 человек приняли участие в акции солидарности с Израилем. Демонстранты собрались возле здания федеральной канцелярии в знак солидарности с еврейской общиной и в Вене. В самых разных странах разворачиваются акции в поддержку и Палестины, и Израиля. Массовое убийство в больнице Аляхли, кто бы за ним ни стоял, явно стало поворотной точкой в конфликте на Ближнем Востоке. Вот только куда будет этот поворот, когда краски смешаны? Страшная трагедия может привести к некой разрядке или же приобрести глобальный характер.